А я предлагаю вам посмотреть мой обзор на наборы серии LEGO Friends с артикулом 41020 под названием Норка Ёжика. Начинаем! Часть я решил с упаковки. Набор упакован не в коробку, как большинство наборов LEGO, а в пакетик. Наверное, компания LEGO не выгодна для таких маленьких наборов производить коробки. Так, давайте рассмотрим упаковку поближе. Тут мы можем видеть логотип компании LEGO, логотип серии Friends, Ёжика и значок то, что это вторая серия. Ниже у нас ограничения по возрасту и артикул набора 41020. Внизу у нас сам набор. С другой стороны ничего интересного. Тут всякие предупреждения, удача на клейный штрих-код и логотип LEGO Friends с артикулом. Так, давайте распакуем этот набор и посмотрим, что нас ожидает внутри. Вот, я нашел ножницы. Сейчас я вскрою этот пакет. Так, вот содержимое этого набора. Тут у нас небольшая инструкция. Я лично удивилась, потому что она выполнена в стиле вот такой книжечки, а не вкладыша. Потому что набор довольно маленький и обычно в такие маленькие кладут вкладыши. И вот пакетик с деталями. Так, сейчас я его вскрою. Мы рассмотрим наиболее интересные детали этого набора. Все детали этого набора. Почти все детали довольно редкие и, скорее всего, будут полезны в самоделках. Особенно в самоделках на тему природы. Единственная деталь, которая не такая уж и редкая в этом наборе, это вот такая желтая пластина 3х2. Так, давайте рассмотрим самые интересные детали набора. И, пожалуй, самая интересная деталь этого набора, но не самая полезная, это вот этот ежик. Он особо в самоделках вряд ли пригодится, но выполнен он довольно интересно. Также в его голове есть небольшая дырочка. Она предназначена для крепления в нее вот такого бантика. Теперь ежик у нас одет по моде серии Фрэнс. Следующая интересная деталь этого набора, это вот такой листик. На мой взгляд, это, наверное, самая полезная деталь этого набора, поскольку эту деталь можно использовать во многих постройках, особенно на тему природы, парков, ну, в общем, много, где они пригодятся. Всего в наборе было два таких листика. Еще в наборе был почти такой же листик, только красного цвета. Тоже довольно полезная деталь. И еще более редкая, поскольку красные листья встречаются гораздо реже. Следующая, наиболее интересная деталь этого набора, это вот такое зеленое лего яблоко. Особенно полезно оно будет в самоделках на тему ресторанов, кафе, да и просто будет отличным аксессуаром для мини-фигурок в различных сценках. Встречается оно также довольно редко. Последняя, наиболее интересная деталь этого набора, это лего грабли. Если я не ошибаюсь, то встречается эта деталь еще реже яблок. Лично мне этот аксессуар очень нравится. На мой взгляд он достаточно хорошо проработан и красиво смотрится в руках у мини-фигурки. Также эта деталь будет достаточно полезна в самоделках на тему фермы, деревни, ну и всего прочего подобного. Приступаем к сборке. После сборки остались вот такие экстра детали. На одной из последних страниц инструкции есть реклама, то что на сайте lego.com можно скачать инструкцию для альтернативной сборки этого набора и, в общем-то, можно будет собрать альтернативную постройку из этого набора. На следующей странице реклама двух других наборов со зверушками второй серии Friends. Также на следующей странице показано то, что три набора второй серии Friends со зверушками можно будет объединить в одну большую и многострановатую постройку. На следующей странице находится реклама всех наборов Friends 2013, реклама сайта lego.com.france.animals и на последней странице реклама лего клуба, а также перечень деталей набора. Ну и в конце реклама выигры набора лего, однако в других сериях обучен тут бывал мальчик на светло-зеленом и черном фоне, а тут же какая-то девочка на розовом и фиолетовом фоне. В собранном виде из себя набор представляет небольшую горку листьев с яблоком и норку ежика вместе с грамлями. Давайте по отдельности рассмотрим горку листьев и норку ежика. Ну, вот и небольшая горка листьев. Особо интересной из себя она ничего не представляет. Так что давайте перейдем к норке. Вот сама норка ежика. В себе она представляет довольно маленькую, простую, но забавную постройку. Также хочу из минусов отметить то, что сзади нету каких-то стенок и крыши, и ежик как будто живет в арке. Больше рассказывать об этом наборе нечего, Так что в заключении хочу сказать, что этот набор, на мой взгляд, очень хороший на детали, да и сама постройка не так уж и плоха, если смотреть на нее спереди. Сзади она выполнена, на мой взгляд, плохо и некрасиво. Также набор вполне можно поставить на полку. Однако, если вы поставите одного, и он будет, на мой взгляд, смотреться как-то одиноко, и лучше поставить его на полку с парочкой других подобных наборов со зверушками. Также, на мой взгляд, в сравнении с другими наборами второй серии зверушек, этот более полезен на детали, однако сама постройка выполнена похуже. Ну, всем все без внимания, до скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!